Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы коротко разберем генерализованный пустулезный псориаз. В общем-то это заболевание достаточно редкое, его также называют псориазом Цумбуша. Это тяжелая форма псориаза, которая начинается часто внезапно, буквально в течение нескольких часов развивается достаточно яркая красная эритема, которая охватывает достаточно обширный участок кожного покрова. На фоне этой эритемы формируются мелкие сгруппированные пустулы, постепенно их становится все больше, пустулы-гнойнички, чтобы вы понимали, ну и соответственно часто со временем они сливаются, пустулы превращаются в большие пустулы, их дерматологи называют так называемыми гнойными озерами. Характерно то, что такие пустулы сильно не возвышаются над поверхностью кожи, они находятся как бы внутри кожи, поэтому и гнойные озера, что они не возвышаются как гнойнички, а вот находятся на уровне кожи. Часто и практически всегда заболевания сопровождаются общими явлениями, такие как озноб, лихорадка, нарастающие слабости в крови, поднимаются резко лейкоциты. Соответственно дети болеют достаточно редко, как правило, все-таки этой формой болеют взрослые люди. Псориаз ранее перенесенный или имеющийся часто не имеет никакого значения, подобная форма возникает часто впервые, часто подобная форма может со временем переходить в обычный псориаз. Течение, как правило, стремительное, оно этим самым напоминает инфекционное заболевание, именно поэтому подобные пациенты часто попадают в инфекционной больнице. Часто подобные высыпания, особенно сами пустылы, то есть гнойнички, формируются путем постоянных подсыпаний, так называемыми волнами, когда пустылы поднимаются и поднимаются, все новые и новые непосредственно образуются, а старые существуют и сливаются друг с другом. Как правило, пациенты, как я уже сказал, имеют большую температуру тела, озноб и так далее, возбуждены, испуганы. Часто у них наблюдается усиление сердечно-сосудистой деятельности, тахикардии, так называемая. Ну, соответственно, расположение подобной сыпи, как правило, генерализовано на всем теле. Если мы удалим корки, которыми покрываются вот эти гнойнички, особенно слившиеся, то под ними находится эрозия, как правило, ногти утолщаются, ногти, бывает, что слезают полностью, потому что под ними образуются подобные пустулы, ну и может спустя 2-3 месяца после начала подобного заболевания полностью выпасть волос. Это связано с астрофией кожи, но потом они, как правило, все-таки вырастают. Часто очень подобные заболевания имеют волнообразные течения и вновь возвращаются, очередной, через достаточно длительное время. Часто, как я сказал, уже из-за внезапного начала пациенты попадают в инфекционные стационары. Естественно, что обследоваться они должны комплексно. Это и анализы крови, и гистологические исследования, то есть гистологические исследования кожи конкретно и так далее. Лечение таких пациентов очень схоже с ожогами больными. Они должны находиться в палате интенсивной терапии, в стерильной палате с различными там антибиотиками. Они назначаются достаточно быстро. В остром периоде назначаются глюкокортикостероидные препараты. Однако здесь ведущими препаратами являются все-таки ретиноиды. Такие, как это ретинат, ацетретин, они назначаются внутрь. Однако при отмене препаратов возможны снова рецидивы, поэтому они назначаются достаточно длительно. Препаратами резерва являются препараты по типу метатриксата, это противоопухолевые препараты. Ну и когда пациенту стало уже легче, проводятся пулотерапия. Пулотерапия – это облучение ультрафиолетом в сочетании с фотосенсибилизаторами, то есть препаратами, которые повышают чувствительность к ультрафиолету. Это достаточно тяжелое заболевание кожи, поэтому, в общем-то, в амбулаторной практике он практически не встречается, такие пациенты сразу же поступают в стационар. При необходимости диагностики и лечения кожных заболеваний обращайтесь к дерматологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве. Нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний кожи. А также подписывайтесь на наш канал на Инстаграм. Спасибо за внимание.